В странах Балтии зафиксированы как минимум четыре случая заражения коронавирусом. В трёх из них заразившиеся люди побывали в Рижском международном аэропорту. Из предмета гордости за пассажира поток в момент распространения инфекции, аэропорт стал объектом тревоги. О том, какие меры предосторожности предпринимает воздушная гава, никакая помощь доступна пассажирам, расскажет Сергей Герасимов. Почти 8 миллионов пассажиров в прошлом году прошло через терминалы Рижского аэропорта. И с каждым годом их число растёт. Несмотря на угрозу коронавируса, в феврале пассажиропоток увеличился. Но вот что будет в марте, сотрудники говорят, в последнее время пассажиров кажется меньше. Каждые полтора часа чистим унитазы и всё остальное. Это такое средство дезинфекции на основе спирта. Теперь ещё и таким всё протираем. Усиленная уборка всех доступных пассажирам помещений, а также тех, куда попадают только работники. Одно из нововведений аэропорта. Терминалы, коридоры, зоны ожидания теперь убирают чаще. Дезинфицируют автобусы, на которых перевозят пассажиров к самолётам и обратно. Подумали и о личной гигиене. Единственное, зафиксированный в Латвии случай заболевания коронавирусом, женщина прилетела в рижский аэропорт. Оба случая заболевания в Эстонии, пассажиры также приехали в Эстонию через Ригу. Поэтому в рижском аэропорту сейчас серьёзные меры безопасности. Например, дезинфицировать руки можно как в зоне прилёта, так и в зоне вылета. Такие дезинфекторы установлены в пяти местах аэропорта. Здесь говорят, они пользуются спросом. Вообще никакого особого волнения в людях незаметно. Люди продолжают летать, а в зале прилёта люди продолжают обниматься. Конечно, многие используют маски для лица. Хотя Центр профилактики и контроля за заболеваниями считает, что здоровому человеку они не нужны. Конечно, видим, что и такие дезинфекторы используют. Я думаю, что эти аппараты и так довольно узнаваемы. И всё же 15 тысяч пассажиров в день немало. На случай, если кому-то становится плохо, в аэропорту призывают перестраховаться. Если пассажир, попав в аэропорт, ощущает симптомы вируса, призываем мы его тут же отправиться в наш медпункт, который находится в зале вылета Е. Его персонал обучен и знает, что нужно делать. Медпункты работают круглосуточно. О мерах безопасности, которые следует соблюдать, вылетая в потенциально опасные страны, в аэропорту сообщают и особые баннеры. А вот аудио объявлений, вроде тех, которые призывают не оставлять багаж без присмотра, на эту тему нет.